Привет-привет, дорогие бьюти-голики! С вами Ида, и сегодня вот в таком вот образе ведьмы я собираюсь нет, не на шабаш, не на хэллоуин, а на рок-концерт, и решила создать вот образ такой, действительно, чтобы он был уместен именно на какой-нибудь такой прям отвязной вечеринке, например, скоро иду на группу Star Set, и вот сегодня репетировала макияж. Так вот, сегодня у меня на обзоре очень неординарная, очень прикольная палетка от белорусского бренда Stacy Alex, палетка под очень креативным названием E34, да, потому что все палетки у Анастасии Александровичной называются именно с буквы Е и какой-нибудь цифры, по-моему, кстати, эта палетка последняя в ее линейке. Я вам сегодня расскажу, как работает эта палетка, как она носится, какие макияжи с ней получаются, сделаю один макияж, также покажу, как она носится без базы и без консилера, и дам совет, кому стоит данную палетку приобрести, а кому стоит пройти мимо. Оставайтесь на канале, если хотите узнать, как именно работает эта палетка и кому ее стоит купить. Stacy Alex это белорусский бренд люксовой косметики, который создала визажист, преподаватель курсов по визажу и просто красавица девушка Анастасия Александрович. Я думаю, что тот, кто увлекается косметикой, хотя бы раз слышал это имя, потому что личность действительно известная. Она создала свой бренд Stacy Alex, в который на данный момент входит, насколько я помню, 34 палетки теней, также входят тинты для глаз, входят кисти и, по-моему, еще какие-то ящички для косметики. И совсем недавно Stacy Alex презентовала две огромные палетки для визажистов. Я, насколько я поняла, Stacy Alex позиционирует себя в первую очередь именно как бренд для визажистов, поэтому посмотрите, какие огромные просто рефилы у ее палеток. Мне сразу здесь вспоминается Wayne Goss, который также сделал свою косметику для визажистов и аргументировал огромные рефилы тем, что если вы красите клиента, вы не должны доставать палетку, у которой будут дырки, поэтому продуктов в рефилах очень много, и визажист может все время делать вид, что у него практически новая палетка. Я не знаю, руководствовалась листой Stacy Alex таким же принципом, но, судя по всему, я уже сделала несколько макияжей данной палеткой, и в матовых именно тенях нет вообще даже намека на то, кроме вот того, что стерт верхний слой рефила, на то, что этой палеткой пользовались. Действительно, этих теней хватит очень надолго. На сайте Stacy Alex проходила распродажа в 30%, скидка на все действовала, и до сих пор, сегодня я утром залазила, сегодня у нас 12 марта, до сих пор эта распродажа проходит, поэтому тот, кто хочет заказать теню, у вас еще есть отличная возможность. Ну, а я там взяла две очень креативные палетки, Е20 и Е34. Е34 это вот именно черно-красная палетка, на которую я не нашла ни одного отзыва толку вообще вот в интернете, и только сводчи самой Stacy Alex, и я, честно говоря, не поняла, почему эту прикольную палетку никто не заказывает, наверное, боятся гаммы. Мне данная палетка напоминает сразу две. Это черная перчатка от Tami Tanuka, которую невозможно купить, которая везде распродана, вернее, распродана на официальном сайте, и на барахолках ее не выкидывали. Я давно хотела черную перчатку, но вот не могла ее поймать, а сейчас, по-моему, Беларусь даже и нельзя рассчитаться, если у тебя нет карты мир. Ну, и палетка от Jeffree Star Verdo. Такая тоже она в красно-серо-черных и еще каких-то там фиолетовых, по-моему, тонах. Давно хотела ее приобрести, но как-то руки не доходили. И вот, когда я решила заказать пару палеток Stacy Alex, как раз вот эта вот Е34 была на сайте, и я решила, почему бы и нет, она мне может заменить по цветовой гамме именно вот эти две давние хотелки, черную перчатку и Verdo. Так это или нет, ну, не знаю, наверное, все-таки заменила, потому что закрыла мои гештальты по черно-красным теням. Ну, а насколько по качеству эта палетка хорошая, не знаю, как сравнить, потому что Jeffrey я пробовала, и, честно говоря, матовые действительно очень похожи на пигменты от Jeffrey Star. Тоже такие яркие, въедливые такие прям. Но, кстати, века мне не красили, вот что удивительно. И блестяшки мне, как показали, все-таки у Jeffrey лучше, но об этом попозже. Сейчас я предлагаю посмотреть вот этот вот роковый макияж, который я сегодня себе сделала. Это репетиция, как я уже сказала, к рок-концерту. А потом расскажу, какие плюсы у этих теней я заметила, какие минусы у этих теней, и кому стоит, не стоит купить, а также где и как можно купить. Во все ли страны бренд доставляет? Обо всем об этом я расскажу во второй половине видео. Сейчас предлагаю посмотреть макияж. Я нанесла консилер вокруг глаз, и еще буду наносить базу, потому что тени без консилера, без базы скатываются. Мне еще сегодня нужно снять как минимум два видео, поэтому обязательно нанесу базу, иначе к концу, наверное, первого или второго видео уже появится жадка на глазах. Применяю базу от Анастасии Беверли Хиллз. Наношу небольшую горошинку и просто распределяю по верхним векам. Итак, как я уже сказала, буду рисовать роковый макияж, поэтому беру плоскую такую толстую кисточку от Чекухода и набираю вот этот вот черненький цвет на одну из сторон, чтобы очертить внешний уголок глаза, то есть сделать такую затравку для макияжа, очертить его границы. и прохожу складочку, так же затемняю. Видите, сейчас пятна, это тени не пятнят, просто они смешиваются с базой, да, такая немножко еще фиолетовая получается, фиолетовый эффект, но на самом деле они черные. Затемняю уголок и то же самое сделаю на втором глазу. И теперь беру пушистую растушевочную кисточку и вот этим вот сереньким оттенком я потушую к уголкам и края своего макияжа. На самом деле в тушевке очень не хватает какого-нибудь светлого транзитного оттенка, но здесь оттенков всего 5, поэтому работаем с тем, что имеем. Ну и на более тонкую растушевочную кисть нанесу вот этот вот красненький оттенок, чтобы заполнить вот эти вот все пробельчики именно на самом подвижном веке, чтобы подготовить базу для сияшки. И второй глаз также. Ну и нижнее веко буду оформлять тонкой кисточкой. Сначала возьму серый оттенок и проведу границу глаза нижнего века. И также на втором глазу. И на первую половину от нуренего уголка нанесу вот этот вот красненький оттенок. И теперь кисточкой просто растушую все, что у меня получилось. Сделаю более плавные переходы. И пальчиком на верхнее веко буду наносить вот эту вот красивую красную сияшку. Посмотрите, скрепляется она хорошо с пальцем и также хорошо переносится на веки. Потом возьму плоскую кисть и просто еще раз вот этим оттеночком пройдусь и поправлю краешки, чтобы тушевка была везде одинаковая. Смотрите, оттенок блестящий лег очень хорошо. Он прям так залип на веки. И в принципе, учитывая, что я использовала базу, должен там остаться до вечера. И сейчас нижнее веко проработаю. Уголочек проработаю вот этим вот очень таким густым, дуохромным оттенком. Он вообще выглядит в палетке как белый, но когда его переносишь, он начинает при смешивании с другими цветами играть таким желтоватым оттеночком. Очень он грязнится, он такой маслянистый. Прям любая точечка, любая пылинка, любая грязь от кисточки. Если вы, например, потыкали немножко хотя бы в другой рефил, даже если вы ее стряхнете, потом тыкните вот в этот рефил, все равно в рефиле вся эта грязь останется. Ну и плюс, когда, вот видите, я вожу сверху по другим теням, и сейчас все это дело остается в палетке. Ну а на все оставшиеся век я кисточкой бочонком нанесу красный оттеночек. Ну вот, по сути, мой макияж глаз завершен. Нужно добавить черный карандаш, добавлю подводку, сделаю стрелки, ресницы, да, делаю макияж лица, и потом вернусь к вам показать, что за макияж у меня получился. Помаду, наверное, буду использовать вот такую от Byte 3. Она такая, мне кажется, будет комплиментарна глазам. Она будет такая тоже томная, темная, роковая, если, конечно, мне удастся ее правильно нанести. Итак, как вы видели, макияж я вот такой вот сделала достаточно быстро. Тени очень пигментированные, очень-таки въедливые, легко тушуются достаточно, легко наносятся. Ну, правда, немного осыпаются. Пришлось мне вот подчищать зону под глазами. Ну, и, надеюсь, помаду я нормально выбрала, потому что с цветами у меня не всегда все хорошо, именно с сочетанием цветов. Итак, сначала немножко о бренде. Бренд, как я сказала, принадлежит Анастасии Александрович. Это известный белорусский визажист. У нее есть свой аккаунт в Инстаграм, где она постоянно показывает туториалы, показывает, как она своими тенями красит очень красивых девушек, и кое-чему у нее можно поучиться. Касательно персоны Анастасии Александрович, да, здесь не обошлось без скандала. В начале, сами знаете, каких событий, всем нам известных, 24 февраля, Анастасия очень-очень жестко проехалась по российским клиентам, именно по россиянам, и высказалась в открытую в поддержку Украины. Не все российские клиенты это оценили, поэтому я не буду говорить ни свое отношение к бренду, ни свое отношение к высказываниям Александрович. У меня канал не про это. Но именно 24 февраля Анастасия Александрович отменила свою доставку в Россию. Потом сказали, что вроде как это было сделано из-за работы почты и переводов банковских, да, потому что там от свифта отключили, там была катавасия с картами мир. В общем, заказы в Россию долгое время не отправлялись, и многие российские клиенты начали этот бренд отменять. Но потом за доставку в Россию вернулись, как-то они свои платежные системы наладили. Ну, это я сейчас говорю официальную версию именно бренда. Вот, но сайт сам до 24 февраля доставлял во все страны, докуда только мог дотянуться. Сейчас, насколько я смотрела, доставка осталась в Европу. Можно рассчитаться картой визой, но цены, если вот везти в Европу, немножко выше. Плюс доставка, естественно, дороже. Но я так понимаю, все это связано с логистикой. В Украину мне писали мои подписчики, что в Украину почему-то бренд не доставляет. Писали в Директ, и никто не ответил. Ну, то есть украинские клиенты на бренд тоже есть такие, кто обиделся. Я попыталась разобраться с вопросом, и поняла из всего этого то, что в Украину не доставляет наша белорусская почта. Соответственно, бренд Stacey Alex также не может организовать доставку в Украину. Действительно, я была когда вот в Беларуси в феврале месяце. Я специально, когда на почте отправляла посылку, я специально уточнила, в какие страны доставляет белорусская почта наша Белпочта. И действительно, с Украиной пока что все поставки, все почтовые отношения разорваны. Поэтому действительно все зависит именно от почты. То есть тут все правда. Почему не отвечают Директ? Я не знаю конкретной причины, но я лазила опять-таки же по аккаунту Stacey Alex в Instagram, и там написано, что все общение только через электронную почту, либо в магазине через поддержку, потому что в Директ они не отвечают ни на какие сообщения. С чем это связано, я не знаю, но это, я вот хочу сказать моим украинским зрителям, это связано не с тем, что Александрович там против Украины, либо покупатели из Украины, а именно вот с тем, что они, я так понимаю, закрыли просто Директ, и вообще никакие сообщения не читают. Вот, как вы относитесь к бренду Stacey Alex, вы можете написать в комментариях. Я с вами спорить не буду. Я, в принципе, приму любую точку зрения, но для себя, я как и с брендом Jeffree Star, я стараюсь ограничить, разграничить именно персону создателя бренда и лицо бренда, и сам бренд. Если для вас такая тактика не подходит, это ваше предпочтение, вы имеете на них право, и имеете нести свои деньги тому бренду, которые вызывают у вас отклик, и которые не вызывают у вас сомнений, да, в каких-то своих там высказываниях, действиях и всего-всего. Ну, я вам сейчас именно рассказала то, в чем я разобралась. Но чего-чего не отнять у Анастасии Александрович, это умение сочетать цвета. Все ее палетки, я вам покажу немножко картинок, приурочены к оперению каких-либо экзотических, либо не очень птиц. И как же она повторяет это? Я вот смотрю на каждую палетку, и действительно ей удалось передать оперение. А если еще посмотреть на макияжи с аккаунта Stacey Alex, она просто потрясающе комбинирует цвета, и делает просто потрясающие макияжи. Я вот реально восхищаюсь вот ее работами, и на себе она очень часто показывает. Вообще, сама она тоже очень красивая девушка, у нее такие классные глаза, на которых любой макияж, который, наверное, не сделаешь, будет выглядеть круто. Но ее умение именно в сочетании цветов меня вызывает только восхищение. Чего не сказать о моем умении, но мне об этом уже писали зрители неоднократно. Почему же я выбрала две палетки? Е34 и Е20. Ну, про Е20 я вам расскажу в другом ролике. Я решила не делать длинные ролики, а сделать обзоры отдельно на каждую палетку. Ну, а Е34 я заказала потому, что я очень хотела черную перчатку, либо Verde от Jeffree Star. И вот эта гамма мне показалась похожа. Очень мне нравится данная цветовая гамма. Конечно, макияжи с ней получаются яркие, неординарные, и реально люди обращают на улице на меня внимание, когда я накрашена этой палеткой. Но я бы сама обратила бы внимание на такого человека, у которого прям такой врубеглазный, черно-красный макияж. Итак, давайте я сделаю вам сводчик конкретно вот этой палеточки и расскажу, что думаю именно о самих цветах. Здесь у нас представлено пять цветов. Три из них матовые. Это такой прям черный, такой угольно-черный, но на базе он немножко смотрелся как фиолетовый. Это такой красный, но не ярко-красный, а скорее переходящий в такой, знаете, коралловый. Очень необычный цвет. Я таких красных нигде еще не видела. Ну и серый оттенок. Я его использую как растушевочный, потому что особенно на базе он очень светло тушуется и дополняет мне макияжа. Так, сейчас сделаю сводчи. Давайте перенесу. Вот, пожалуйста, черный. Вот, пожалуйста, красный. И вот, пожалуйста, серый. Я потом еще все сводчи покажу вам вблизи. Все три матовых мне нравятся. Черный, вот он кажется, что немножко потерял пигментацию, но на самом деле он классно переносится и хорошо растушевывается. Если вы растушевываете на базе, либо на консилере, он может немного пятнить, но опять-таки же хорошей пушистой кистью все это растушевывается буквально в ноль. Краснокоралловый, я, честно говоря, думала, что он будет такой более насыщенный, но, как видите, переносится он не очень ярко. С другой стороны, когда наверх ложишь еще блестяшечку, вот эту красную, в принципе, получается насыщенный красный цвет, вот как у меня сегодня. Ну и серый, как я сказала, это уже больше как растушевочный у меня цвет, дополняет макияжи. И если не использую макияжи черный, то серо-красный тоже классное сочетание получается, интересная подборка цветов такая. Ну и две блестяшки. Одна это такой прям вот красный звезда палетки, да, посмотрите, какой он классненький. У меня нету пятой бронз седакшн палетки от Pat McGrath, но вот мне очень напоминает тот оттеночек. И второй, сейчас палец немножко почищу, потому что это такой масляный, масляный такой дуохромный из белого в золотой оттенок, который любит перенимать все цвета, которые вы только у вас на глазах вот тене, да, когда этот оттенок ложите поверх, он все перенимает в рефил. Я вам во время макияжа это уже показывала. Переносятся эти оттенки тоже классно. Посмотрите, как струится масляный красный оттенок, очень жирный и красивый. И также масляный такой очень жирный вот этот вот белесенький. Вот такие вот сводчи у меня получились. Сейчас я вам вставлю вот эти сводчи поближе. Итак, что я думаю о палетке в целом? Технические характеристики. Вот здесь вот такая вот упаковочка, ой, вверх ногами показываю. Вот такая здесь упаковочка, очень такая простенькая картонная коробка, непривлекательная. И, честно говоря, вот эти тени не хочется хранить такой непривлекательной коробки. Она без какой-то покрытия сверху, то есть она очень быстро изнашивается и очень быстро ее можно уже выбрасывать. Сами тени здесь у нас, как я сказала, пять оттенков, и каждый из этих оттенков Стейси Алекс подписывает именно сзади. В палетке здесь металлические такие рефилы, которые можно доставать и перетасовывать по своему желанию, как захочется. Но я, как я уже давно говорила, таким никогда не занимаюсь. Здесь очень большое количество теней. Здесь получается пять рефилов по три грамма каждый. То есть 15 грамм теней, я считаю, это достаточно много. Учитывая их пигментацию, до дыр вы будете тереть очень и очень долго. Ну и внутри очень похожа на Наташу Динону палетка теней. Такая черная, с прозрачной крышечкой, простенькое оформление. Но, с другой стороны, здесь именно вот для визажистов, как мне кажется, вся суть в простоте. Да, вы не получите особо там какого-то эстетического удовольствия от упаковки. Это далеко не Том Форд. Но и цена здесь как раз-таки не цена Тома Форда. Вообще, без скидки ее палетки стоят чуть меньше 20 долларов. Со скидкой там купила, по-моему, долларов за 16 ее. Ну, то есть очень дешево. Поэтому на упаковку обижаться смысла нет. И я бы не сказала, что здесь сильно дешманский пластик. Мне кажется, он лучше, чем у Шарлотты Тилбери. Так, точно. Компания данных теней зарегистрирована в Беларуси, в Новополоцке. Но где точно они делаются, я не знаю, не буду. Вот я как-то не нашла особой информации. Возможно, они даже делаются в Италии. Я не удивлюсь, потому что качество здесь действительно крутое. Если же делают эти тени белорусы, то только поставлю лайк нашей косметической промышленности. Итак, давайте же пробежимся по плюсам и минусам данной палетки. Ну, давайте начнем, наверное, с минусов. Я вставлю картинку. Первый самый свой макияж я делала вообще без макияжа глаз. Вот этой палеткой я делала без макияжа лица и не наносила даже консилер. Я хотела посмотреть, как эти тени будут носиться именно без ничего. До этого я пользовалась уже одной из палеток Stacey Alex. И там блестяшка самая красивая скатывалась очень сильно. Поэтому у меня стояла задача потестировать, как они будут себя вести без базы и без консилера. И что я могу сказать? Тени нещадно скатались. Как видите, тени дико скатались. И причем это была... Скатка вот эта произошла буквально за пару часов. Я не ходила на улицу. Я не попадала ни под дождь, ни под снег, ни под что. Я просто сидела дома, вот от нечего делать. Накрасила глаза, чтобы потестировать. Мне было очень интересно, как эта гамма ляжет на мою внешность. Тени скатались. Именно виновата вот эта вот блестяшка. Но если вы уже нанесете базу, либо хотя бы консилер, тени начинают оставаться на месте. Если наносите просто консилер, они могут поскататься, но к концу дня. То есть день, в принципе, вы проходите нормально. Если вы наносите какую-то базу, либо клей для глиттера, именно для вот этой блестяшки, тени никуда не денутся, не скатаются. Единственное, что когда я наношу базу, мне не так удобно растушевывать матовое. Все-таки лучше всего эти матовые тушуются на голом веке вообще без ничего. Даже без консилера, ну либо на засохшем консилере. Поэтому минус здесь будет такой, что если вы считаете танцами с бубном нанесение базы на глаза, то эта палетка не сохранит свою красоту на вас, она скатается. Второй, ну такой минус уже не сильный, это осыпание, палетка слишком темная, и любая осыпавшаяся частичка теней будет видна под вашими глазами. Все это нужно убирать, учитывая, что гамма здесь такая красная. Красные вот эти вот пигменты теней рассыпаются под глаза, и когда начинаете вытирать, может немножко быть красно под глазами. Да, вроде вы все истерли, но вот это вот все остается. Приходится замазывать консилером, тональником. В общем, немножко придется повозиться с убиранием осыпашек. Ну и минус, возможно, эта палетка будет недоступна, если вы живете в Украине, либо где-то в Европе, куда доставки нету. Ну, как бы у Stasiarix, как я сказала, широкая география доставки, но в некоторые страны не доставляет. В принципе, больше минусов я не увидела. То, что не сделаешь здесь слишком много разных макияжей, ну, отнюдь. Здесь можно сделать вот макияж, который я сегодня делала, используя все цвета. Можно использовать только некоторые из цветов, например, сделать красный макияж. Можно сделать такой томный макияж из вот этих трех оттеночков, серый, черный и вот эта вот блестяшка. Вот эта, кстати, блестяшка поверх других цветов очень прикольно раскрывается. Вот давайте я вам сейчас посвочу. Вот она беленькая. Ну, давайте поверх, например, черного ее нанесу. Посмотрите, когда смешиваешь, получается очень интересный такой цвет. И можно сделать смокий макияж. То есть для пяти оттенков здесь достаточно вариантов макияжа, чтобы быть, ну, если не каждый день в неделю разный, то хотя бы через день. Дешманская упаковка, ну, извините, тени стоят очень дешево. Я купила вот эту палетку за 37 белорусских рублей. Это вообще, кому сказать, это даже смешно. Ну, и переходим к плюсам, собственно. Плюсов здесь гораздо больше. Во-первых, все палетки Stacey Alex очень разные, и вы можете выбрать любую палетку под себя. Если вам не нравится вот такая вот, слишком яркая, считаете, вот такую вот гамму, вы можете купить там любую гамму. Тени, как Stacey Alex позиционирует их, предназначены для визажистов. Но я скажу, что обычному пользователю тоже можно с ними справиться, если он не считает нанесение консилера на века какими-то танцами с бубном, да. То есть, в принципе, справится с ними любой человек. Да, возможно, не каждый сможет скомбинировать их. Если вот брать несколько палеток, потому что Stacey Alex очень часто в своих макияжах берет несколько палеток из своей тинты и делает какие-то макияжи. Но если вот взять ее конкретно любую одну палетку, вы сделаете макияж, и у вас будет идеальный цвет на глазах, да. То есть, все подобрано очень четко, все подобрано очень точно, и при смешивании всех цветов у вас не получится какая-то бескусица на глазах. Вы получите именно классный макияж. Качество. Если вы наложили на базу, тени проносятся до вечера, они не скатаются, они не осыплются, и, в принципе, будет ваш макияж крутым, да. Именно поэтому данную палетку я выбрала для рок-концерта. Там будет жарко, будешь танцевать, и нужны очень надежные тени. Дальше. Огромное количество продуктов в рефилах. То есть, как я сказала, 3 грамма на рефил – это достаточно продукта. Плюс тени очень пигментированные. Вам не нужно будет их прям очень много, чтобы перенести. Ну, вот единственное, вот этот вот масляный оттенок, да, возможно, он быстрее закончится, чем остальные, но его часто именно используют для высветления, там, засветления чего-то. Очень дешевые тени, как я уже сказала, там 20 долларов за хорошую, качественную палетку теней, уровня люксовых теней. Я бы не сказала, что Стейси так сильно хуже той же Наташи Динона. Да, у нее может скататься и блестяшка, если без базы, но матовая у нее просто идеальная. Поэтому отличное качество по отличной цене. Ну и теперь моя рекомендация. Кому я рекомендую покупать тени Стейси Алекс, а кому нет? Ну, в принципе, рекомендую я, наверное, практически всем, потому что это качество, это низкая цена. То есть, купить палетку, я думаю, может каждый, кто знаком с мейкапом, чем покупать какую-то непонятную палетку с Вайлдберрис или паленую косметику пытаться сэкономить. Мне кажется, лучше купить Стейси Алекс, и это будет оригинал, это будет хорошее качество и безопасность. Тени не пекут, в отличие от того же Джеффри Старр. Они не делают аллергии на глазах, ну, мне во всяком случае. И, в принципе, никаких таких побочных эффектов я не заметила. Круэлти Фри Формула, здесь есть значок с зайчиком, позиционируется именно как щадящая к природе продукция. Ну, и, как я сказала, если дружите с базами, с клеями для глиттера, берите, можете брать, как вот эту вот палетку, если хотите чего-то неординарного и креативного. Мне кажется, эта палетка идеально понравится подросткам, которые любят делать яркие макияжи. Ну, и вы можете взять матовую палетку от Стейси Алекс какую-нибудь, у нее их там тоже достаточно, и без блестяшек нанести, например, блестяшку из инди-бренда, и у вас будет идеальная матовая палетка. В общем, как вы уже поняли, от палетки я осталась в восторге. Мне она очень понравилась, и я с радостью порекомендую ее своим зрителям, которые вот интересуются косметикой и красятся. Какие у вас остались вопросы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Подпишитесь на канал обязательно, чтобы я и дальше выпускала вам видео. Пишите вопросы, пишите, что вы думаете по поводу моего макияжа, не напугаю ли я народ на рок-концерте, и вообще получилось у меня создать красивый образ или нет. Давайте пообщаемся, ну и до встречи в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok